Привет, друзья! С вами еженедельные новости мира виртуальной реальности. HTC продолжают напоминать о своей предстоящей конференции, которая пройдёт с 11 по 12 мая, небольшими тизерами. В этот раз сообщение в Твиттере недвусмысленно гласит «Мы дебютируем что-то новое». Займите место в первом ряду на мероприятии года в области виртуальной реальности, где HTC Vive представит революционные гарнитуры, программное обеспечение и платформы виртуальной реальности, которые выведут ваш опыт на новый уровень. Конец цитаты. Компания говорит «гарнитуры», так что можно смело предположить, что новых устройств будет показано более одного. Не забудьте заглянуть на наш канал в день премьеры, будет интересно. Тем не менее, HTC не только кормит нас тизерами. На этой неделе была анонсирована коллаборация между тайваньским производителем шлемов и компанией iFixit, наиболее известной по гайдам по разборке разнообразных устройств и продаже специализированных комплектов инструментов. Теперь компания будет предлагать официальные запчасти для VR-оборудования Vive, в том числе для того, которое перестало продаваться. Первого Vive, Vive Pro, Vive Pro Eye, Vive Tracker, а также дополнительную периферию типа кабелей. HTC стала первой VR-компанией, которая решила пойти в сторону облегчения ремонта своего оборудования. Другой анонс компании был связан с платформой Vive Port. HTC заключили договор с Bandai Namco Pictures на предоставление доступа к разным аниме-тайтлам. Пока непонятно, будут ли тайтлы переработаны под интерактив VR или это будут отдельные продукты. Сео Bandai Namco Pictures Озаки Масаюки сказал, что сделка компаний позволит создать среду, в которой фанаты могут вместе наслаждаться опытом, преодолевая физические ограничения, как если бы они ныряли прямо в мир аниме-творений из любой точки мира. Калифорнийский стартап Campfire получил вложение в размере 8 миллионов долларов на разработку своей системы смешанной реальности. У компании уже есть собственное устройство на голову, отслеживающийся в пространстве трекер, способный превратить телефон в контроллер и софт для коллаборации между пользователями на расстоянии. AR-шлем компании предлагает картинку на 92 градуса по диагонали и режим VR, в котором стекло закрывается непрозрачной накладкой. Система включает в себя и так называемую консоль, трекер в виде креста, который обозначает центральную точку рабочего пространства, по которому пользователи синхронизируются друг с другом. Фейсбук провели ежеквартальный отчёт, в ходе которого Марк Цукерберг сообщил, что большинство выручки, не связанной с рекламой, пришлось на шлемы Oculus. Он также поделился мнением, что проводное подключение – это прошлый век, и потребители всегда предпочтут беспровод, а наличие провода лишь ухудшает погружение. Продажи Quest 2 несколько замедлились по сравнению с прошлым кварталом, но это было ожидаемо. На четвёртый квартал прошлого года выпадали праздники, в которые люди чаще покупают новинки. В Oculus блоге компания Facebook анонсировала о покупке очередной студии разработчика, в этот раз речь идёт о Downpour Interactive, создателях онлайн-шутера Onward. Студия станет частью Oculus Studios, и все разработчики станут работниками Facebook. Downpour Interactive продолжит работу над развитием Onward, а также займётся новыми проектами. Oculus заверили, что игра не уйдёт с других платформ, и пользователям Steam не о чем волноваться. В прошлом к Oculus Studios уже присоединились BitGames, создатели BitSaber, Sansaroo Games, сделавшие Asgard's Wrath, и RadioDome, сделавшие Lone Echo для Oculus, а в прошлом консольную The Order 1886. Приложение SideQuest получило мобильную версию для Android-телефонов. Теперь вам не нужен компьютер для загрузки приложений, доступных на платформе. Можно устанавливать из AppLab или с SideQuest, подключив телефон к шлему по беспроводу или по проводу. Забавно, что благодаря этому можно установить SideQuest на сам шлем, но, к сожалению, устанавливать шлем на него же приложение нельзя. Готовы ли вы потратить 600 долларов на мощный компьютер, с процессором, работающим с умопомрачительной частотой в 1 МГц, и огромным хранилищем с 64 килобайтами памяти. Именно столько стоил персональный компьютер Commodore 64 в 1982 году. А сегодня вы можете поиграть в эмулятор этого компьютера на своём Oculus Quest. Real Commodore 64 позволяет сыграть в огромную коллекцию игр того времени. Попробовать приложение можно бесплатно. Ссылка в описании. Разработчики Population One объявили о начале второго сезона игры в мае. В этот раз тематика связана с Диким Западом, а часть карты получит вокзал с паровозом. Также стоит ожидать новые скины для оружия в стиле Дикого Запада. Как и в предыдущем сезоне, Battle Pass будет платным. В Steam в раннем доступе вышел симулятор скейтера в VR, VR Skater. Для скейтинга не нужно использовать ноги, разгоняться придётся руками, а трюки можно делать стиками и движениями рук. Пользователи отмечают, что это одна из тех игр, в которую просто начать играть, но требуется время для обучения сложным трюкам. В Steam вышло VR-приключение Now the Lost Eye с элементами головоломок. Выпуск создан при поддержке интернет-магазина виртуальной реальности Formula IQ. Ссылка в описании. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, если понравилось, и палец вниз, если нет. А в комментариях пишите, как вы относитесь к покупке разработчиков Onward фейсбуком. Увидимся в виртуальной реальности.